Сейчас к нам присоединится буквально через 10 минут Екатерина Чекмарева, тоже очень интересный генеалог. Я почему-то все время воспринимаю Екатерину Чекмареву как исключительно молодого генеалога. На самом деле, я так понимаю, она меня моложе лет на 10. То есть уже, в принципе, не такая уж и, скажем так, студентка, как я ее воспринимал. Просто достаточно давно я слежу за ее блогом, давно я слежу за ее контактом. И мне очень нравится то, что Екатерина двигает целую тему своего региона. Имеется в виду, что мы видим нижегородских татар, которые собирают документы, выкупают их. Мне лично не нравится это, но, естественно, относительно нижегородских татар, мне не нравится политика архивов России, то, что собственную же историю приходится выкупать, как некие такие рэкетские деньги за рэкет платить, просто чтобы получить эти копии из архивов. А Екатерина, соответственно, двигает генеалогию Удмуртии. У нее есть сообщество, у нее есть сайт, который посвящен генеалогии Удмуртии. И для меня был всегда большой вопрос, у меня был миф некоторый, что она знает удмуртский язык. Мы узнаем это через некоторое время. Знает ли Катя удмуртский язык? Кроме того, она комсомолка, прыгун с парашютов, специалист по спортивному ориентированию на каких-то заброшенных заводах. Ну и просто красавица. Увидите. А сейчас мне очень интересно спросить Катю Чехмареву, знает ли она удмуртский язык. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, участвовать в подушке челлендж это нормально для солидного генеалога? Почему нет? Я не знаю, это я вас спросил. Мне кажется, это нормально. Ну, отлично. Я так понимаю, что по удмуртским меркам вы на хайпе. Ну, возможно, но у нас очень много девушек в Ижевске поучаствовали в этом челлендже, известных в том числе. И как я сегодня увидел из Инстаграма, в общем, не только в Ижевске. Скажите, в удмуртской общественной жизни, в Ижевской общественной жизни вы известный человек? Думаю, что не очень. А почему так? В принципе, не очень большая республика, не самый большой город. Не знаю, нужно это исправить, наверное. Мне кажется, тоже нужно исправить. Да, кстати, и запрещенный вопрос, сколько вам лет? 27. А, 27. Ну, получается, разница все-таки чем больше, чем 10 лет, разница 15 лет. Но есть еще время стать очень известной, и чтобы я приезжал в Ижевск и спрашивал, как дела у Кати Чемаревой, и мне отвечал любой таксист. В смысле, в хорошем смысле этого слова, отвечал любой директор фирмы и вообще любой человек. Я думаю, что на это нужно еще пара лет. Возможно. Вот. По поводу личных, скажем так, личных представителей. Почему вы любите экстремальный спорт? Ну, просто это классно. Это дает какой-то драйв. Я не прыгаю никуда, я не прыгун, я летун на параплане. А, ну, а что вы, по которым вы лазили буквально лет пять назад, какие-то заброски? О, это было прекрасное время, encounter, desert, да. Ну, то есть, ну, вообще-то это экстремалочка, нет? Ну, немножечко так. Сейчас в вашей семье работает не только муж, но и вы. Вы прям точно такой же кормилиц семьи, как и муж, нет? Это уже слишком личный вопрос. Ну, ага, ну, я понял. Вот конкретно не в Москве, не в Петербурге вопросы о деньгах, вот лучше задать что-нибудь неприлично, но на деньгах никто не отвечает. Но вы коммерческий гениолог. Да. Вы принимаете заказы. Да. Но при этом запрещено спрашивать, являетесь ли вы, как бы, кормильцем в семье, как и муж. Я понял, это очень... Знаете ли вы удмуртский язык? Я немного учила удмуртский... Ну, как, я много учила удмуртский язык, я могу немного изъясниться на нём, но это не мой родной язык. Мой родной язык — это русский. Я вообще сама на три четвёртых русская, и на четверть только удмуртка, но я воспитывалась в русской семье и, как бы, не имела связи с моими удмуртскими родственниками. И у нас, на моём факультете, на котором я училась, обязательный удмуртский язык в течение года изучать. А удмуртский язык умирает? Я бы не сказала. Не сказали? Скорее, развивается больше. Ну, то есть сейчас у молодёжи модно изучать хотя бы удмуртский? Ведь это же очень сложно. Это финно-угорский язык, это нереально сложно. Ну, это же очень приятно, он агглютинативный, и там вот эти все аффиксы — это очень классно. Ну, как и у многих финно-угорских языков, соответственно. Да, да, и тюркский. А, скажите, коми или какой ещё народ, кроме удмуртов, может понять удмуртский язык? Затрудняюсь ответить. Как коми, пермяки, поймут удмуртский язык? Ну, думаю, что на слух нет. На слух нет, понятно. Хорошо, всё, не смею задерживать, ваша лекция. Да, здравствуйте всем ещё раз, слушатели, коллеги. Сегодня я хочу вам рассказать о опыте восстановления национальной генеалогии, а именно удмуртской в моём случае. Как я уже сказала, я на четверть удмуртка по моему деду-по-отцу. Дед-по-отцу по-удмуртски называется пещатай. Как и у большинства народов мира, удмуртская, вот эта линия, мужская линия пещатая, является основной для исследования, как правило, потому что, ну, более популярна по мужской линии. Какие же документы нам понадобятся для того, чтобы восстановить удмуртскую линию? Удмурты принимали православие в течение чуть более века. Процесс христианизации удмуртов шёл с севера на юг. Северные удмурты начали креститься в середине XVIII века, а южные закончили в середине XIX. И план восстановления удмуртской родословной по документальным источникам до момента крещения семьи почти ничем не отличается от восстановления русской родословной, потому что это восстановление родословной православных. Это всё тот же просмотр метрических книг, духовных росписей, переписи 1897 года. Она у нас сохранилась хорошо по Сарапольскому-Глазовскому уездам и частично по Елабужскому. Также ревизских сказок и большая часть этих документов была оцифрована мармонами по ЦГАУР, то есть Центральному государственному архиву Удмуртской республики, и просмотр их возможен удалённо. Что же происходит, когда мы доводим поиск до момента крещения семьи? В этом случае книги и духовные росписи как документы религиозные перестают быть источником информации для нас. Вообще отдельно нужно остановиться на моменте, как мы понимаем, что вот оно произошло крещение. Мы также просматриваем метрические книги, исповедки, и вдруг семья или отдельные люди исследуемого рода исчезают со страниц. Это явный признак того, что они крещены были, если у вас нет сомнений, что они жили в этой местности. И в идеальном варианте, листая метрическую книгу, вы должны найти запись о крещении каждого человека из исследуемого рода. Это только в идеале. Это только в идеале, но всё-таки во многих случаях можно такую запись найти прямо в метрической книге. Я вам сейчас покажу пример. Мы видим запись о крещении за 1840 год, 10 апреля. Здесь имя после крещения Зиновий. И читаем. «Замер» — это дохристианское его имя. «Во святом крещении Зиновий и родителей Селтинской волости, деревни над Ключом Мушнетом Белигурт, ватяг Иван Сергеев и жена его Орина Тамкина, оба язычники». И ниже записи крещения ещё одного человека. «Замер» крестился в 1840 году, а его жена Шичкобей была крещена на 8 лет позже. То есть в данном случае имеет место значительный разрыв между крещением членов одной семьи, хотя это не всегда было так. И давайте посмотрим на запись о крещении Шичкобей. Записано. «Стефанида» — это её имя в окрещении. И кто она? «Малмышской округи, Жегельской волости, Зиглудского общества, деревни над Ключом Мушнетом Белигурта, ватяка Замера, во святом крещении Зиновия Иванова, жена Шичкобей Эдеева». Ну, тут написано «сяськобей», в бутмурске это считается «шичкобей», «шачка» — это «цветок» переводится, с наречением имени Стефанида, то есть во святом крещении. Интересно, что младший из их детей, сын Тимофей, будучи сыном уже крещеного на тот момент отца, Тимофей родился в 1842 году, его отец Замер крестился в 40-м. Сам Тимофей был крещен далеко не сразу тоже, а спустя 9 месяцев после рождения. Вот мы можем посмотреть эту запись. 2 июня 1842 года время рождения, 25 марта 1843 года время крещения и деревни Билибурта новокрещанин Зиновий Иванов, это его отец, и жена его некрещенная Шичкобей Эдеева, но здесь ее уже немножко переделали на Авдиеву. Кроме этого, частично сохранились и списки новокрещенных унбуртов, на основании которых можно сделать более широкие выводы, в том числе попытаться определить род, из которого происходила замужняя женщина, узнать докрестильное ее имя и имена ее детей докрестильные, которые в последующей ревизии эти дети уже писались бы под христианскими именами. И как только мы углубились до этого периода, когда семья была крещена, далее основным генеалогическим документом ожидаемо становятся ревизские сказки. Однако у нас в Центральном государственном архиве Удмуртской республики их просто нет. Вернее, есть, но там буквально пара штук. И возникает вопрос, а где же они? И тут мы сталкиваемся с проблемой. Ревизии по территории современной Удмуртии, Удмуртии, как и часть нейтрических книг и исповедных росписей, находятся в бывшем губернском центре в городе Вятке, то есть по-современному Кирове. И хранятся они в Центральном государственном архиве Кировской области. СГАКО очень богат на разного рода документы, но его, к сожалению, нельзя называть достаточно френдли к пользователям. В отличие от архивов Удмуртии, описи которых почти полностью представлены в фондовом каталоге на сайте Государственной архивной службы Удмуртской республики, в том числе описи районных архивов в полном объеме представлены также в интернете, Кировский архив, в свою очередь, считает нормальным выкладывать в год по одной тематической базе описей. Два года назад они открыли на своем сайте раздел с базами данных и первым подразделом была база данных по исповедным ведомостям, ну, исповедные росписи духовные. В прошлом году они открыли, добавили базу по метрическим книгам, и мы надеемся, что, может быть, в этом году они разродятся базой по ревизским сказкам. Вы можете подумать, что я лишнего их критикую, но несмотря на то, что я понимаю, что работа — это долгая по составлению таких баз, но база-то уже составлена по ревизе. И существует она уже далеко не первый год, но доступна она только на компьютерах в читальном зале с ГАКу. И так получается, что нам, иногородним пользователям, в том числе и живчанам, чтобы просто узнать, есть ли в наличии нужная ревизия, необходимо обращаться либо в архив, либо к посредникам. То есть мы не можем просто зайти, как мы делаем в ЦГАУР на сайт, и посмотреть, что там есть документ, который нам нужен или нет. И так на появление оцифрованных и тем более проиндексированных, как у нас в Удмуртии, описей, мы, ну, если какие-то менее популярные фонды мы рассматриваем, то мы даже не надеемся на это пока в отношении Кировского архива. И когда пройдены эти этапы с Кировским архивом, с ЦГАУР, последним этапом при восстановлении скелета удмуртской родословной становится 350-й фонд Российского государственного архива древних актов, все основные документы которого по нашей территории уже пересняты исследователем Александром Гагариновым и выложены в полном объеме в открытый доступ на портале «Родная вятка». То есть их можно тоже посмотреть из дома за вечерочек буквально составить скелет. В идеальном варианте можно восстановить удмуртскую родословную до дозорной книги 1615 года. И помимо этого всего документальной генеалогии, с лета прошлого года мы с командой энтузиастов развиваем ДНК проекта Удмуртов и Бесермян. Аналогичные проекты уже есть у других народов, у татар, чувашей. С Сергеем Утриваном, руководителем чувашского ДНК проекта, я встречалась осенью в Москве. Он рассказал мне, что их проект уже собрал достаточно много, ну, значительное количество результатов ДНК чувашей, и это позволило им определить частоты основных Y-гаплогрупп в сравнении с другими популяциями Волго-Уралья и выявить уникальные особенности, присущие только чувашам. Конечно, одной из целей чувашского ДНК проекта также является изучение ДНК чувашей в связке с традиционной генеалогией, и точно так же это происходит у нас. Мы стали первыми исследователями ДНК Удмуртов, кто попытался привязать результаты ДНК к документальной генеалогии, и мы даже пошли дальше. Наш удмуртский ученый Владимир Сергеевич Чураков проводит сейчас большую работу по восстановлению истории удмуртских родов, в том числе опираясь на данные ДНК. Так как по удмуртскому сообществу активно ходят мифы о родовой структуре удмуртов, мы также проводим дополнительно разъяснительную постоянную работу с людьми. В частности, очень популярные представления о матриархате у удмуртов. Однако это, разумеется, не так. Родовая структура удмуртов абсолютно патрилинейна. Сам род по-удмуртски называется Выжи и имеет название по имени основателя. Например, Пурга Выжи, основатель Порег, Чудна Выжи, основатель Чудин. На данный момент Чураковым написано более 10 мини-статей о Выжи для нашего проекта и большое количество полноценных научных работ на эту тему. Нам часто задают вопрос. Например, моя прабабка была из рода Беня. Где мне почитать о моем роде? Во-первых, как я уже говорила, удмуртский Выжи по-трилинеен, поэтому род прабабки – это ее Выжи, а не ваш. Ваш Выжи – это Выжи вашего отца и вашего пещатая, то есть деда по отцу. А с представителями Беня Выжи вы в данном случае состоите только в родственных отношениях. Во-вторых, рода в ИЖи находятся еще в процессе изучения, и вы сами можете этому помочь, поспособствовать изучению вашего рода, обратившись к нам, сдав ДНК и описав свои семейные воспоминания о том родах, представителями которых являлись ваши предки, то есть вы помните, что ходит в вашей семье. И в перспективе сдача Y-ДНК позволит быстро определять Выжи человека. Для подтверждения одного из Y-результатов у нас уже этой зимой состоялась первая ДНК-поездка в рамках нашего проекта, когда мы ездили в одну из деревень Гринского района Удмуртии и нашли там единственного оставшегося в этой деревне мужского потомка одного из родов, и он любезно согласился сдать ДНК. Вообще инструмент ДНК большинством все еще воспринимается как развлечение, но это лишь потому, что, как правило, у людей нет четкого плана и представления, что они хотят от сдачи ДНК получить. В рамках проекта получить от сдачи ДНК реальную пользу проще, потому что есть с кем сравнивать. Участники ДНК-проекта — это не просто случайные совпаденцы, а люди, которые, как правило, имеют хотя бы некоторое представление о том, кем были их предки, проживавшие на ограниченной территории и имевшие браки по большей части с представителями той же самой группы, в данном случае этнической. И сейчас мы уже пришли к такому уровню, когда любой северный удмурт, сдавший аутосомный тест на Family3DNA, получится впадение с другими северными удмуртами. Причем общий сегмент ДНК будет весомым, но наиболее длинный участок, лонгост-блок, будет коротким. Это означает, что у людей есть несколько, например, четыре и более общих предков, которые находятся на расстоянии примерно 8-10 поколений. И сейчас уже это не просто предположение, а мы уже подтвердили документально ряд таких совпадений. Кроме того, наш ДНК-проект поучаствовал в установлении родственных связей двух женщин, удочеренных за границу. Эти случаи между собой не связаны. У одной из них оказались удмуртские корни по ее биологическому отцу, о нем она ничего не знала. И ее ситуация была как раз классической, которую я только что описала, когда общий сегмент длинный, а лонгост-блок короткий. Сдача ДНК другой женщиной выявила ее совпадение с удмуртами определенной местности, то есть вплоть до района, что подтвердило ее собственные детские воспоминания. То есть, резюмирую, да. Приходит человек, говорит, я Северный Удмурт. Предки мои жили под городом Глазовым. Называют конкретные деревни. Я там помню, допустим, деда-бабушку 1930-х годов рождения. И мы вот так вот вангую, что у тебя там Y-гаплогруппа N1C1, что твой предок по мужской линии будет в дозоре 1615 года какой-нибудь там Муйка Бердин, сын из Погоста Круглого, что у тебя по такой-то женской линии, возможно, предки дойдут до Кайсы Зинчурина из Починка Сиитовского, Верхняя Богатырка тоже. Вот такого плана. Это гипотетическая ситуация, но такой собирательный образ того, что уже действительно удается сделать. Сейчас мы продолжаем рассказывать людям о методе ДНК-исследовании, продолжаем изучать вопросы родов в ИЖИ, развеивать мифы и популяризировать современные научные данные об удмуртах. А если вы еще не знакомы со своей документальной генеалогией и вам нечего привязывать к ДНК, обращайтесь ко мне. Я помогу вам с установлением родословной, если ваши предки, вне зависимости от национальности, проживали на территории современной удмуртии и прилегающих местностей. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Так, Екатерина, вы внезапно так остановились. Слушайте, вопросы есть на самом деле. Я так понял, что с северными и южными удмуртами у вас примерно как у Мордвы, Серзи и Мокши. Да нет, 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 нет. Так? Нет. Значительно ближе. И взаимопонимаемый язык, да? Конечно, абсолютно взаимопонимаемый, да. Да, отлично. Слушайте, тут пришли такие вопросы по поводу того, кто платит за ДНК, собственно, вот эти коробочки для ДНК-анализа? Платят в основном сами люди, иначе если бы у нас был какой-то постоянный спонсор, мы бы уже всех тут протестировали за коробочки платят, за вот эти вот коробочки, у меня их даже в наличии есть. Платят сами люди, либо заинтересованное лицо. То есть, если, например, мы выявляем какое-то событие, которое требует перепроверки по другим родственникам, то сам человек заинтересованный ищет человека, которому он хочет сделать этот ДНК-тест и оплачивает. Либо мы еще собираем деньги, ну, как бы, все скинулись и купили тест или апгрейд теста, если это необходимо. Ну, то есть, какая-то, например, научная составляющая. Ну, сейчас пробуем, вы их запретили же. Имеется, вот эти коробки больше не купить. Это же MyHeritage коробки. Нет, это коробочка Family3DNA. А их легально вот сейчас будет покупать после карантина? Знаете? Ну, я не знаю, думаю, что пока да. Там же они еще заменили на какие-то щеточки. Что? Ну, вот после какого-то выступления какого-то очередного особо одаренного депутата, они запретили... MyHeritage, по-моему, прекратил продажу. Да, MyHeritage прекратил, но Family3DNA нет. Понятно. А 70 долларов стоит такая коробка? Ну, по-разному. Ну, в целом? Ну, по-моему, 59 долларов, что ли. Понятно. И хорошо. И следующий вопрос еще. Вы, в принципе, вас интересует только Удмуртия. Вы не будете становиться таким всероссийским коммерческим генеалогом, не будете тягаться с Кореневой, не будете тягаться там условно с... Вы именно вот чисто региональная история. Я правильно понял? Ну, у меня есть опыт работы по другим регионам, но я бы не сказала, что мне это прямо очень интересно самой. Ну, то есть я вот про это и разговор. То есть именно вот в ваших планах такая гегемония не стоит, а вас совершенно спокойно нравится бывать и работать, и продвигать генеалогию именно в Удмуртии. Кстати, вы во всех районах Удмуртии бывали? Да, во всех. Я объездила всю Удмуртию. Здорово. Спасибо большое. Мне было интересно очень. Вам есть что-то еще сказать, что-то добавить? Ну, если нет больше вопросов, то, пожалуй, нет. Нет, но вы можете почитать, если там уже есть очень специфические вопросы, уже, ну, в смысле, конкретно по... Вот в детали. Вы не можете озвучить их? Слушайте, ну хорошо. В основном люди, вот, например, если здесь почитать из того, что написано, говорят о том, что упоминают финно-угорские корни, которые есть у них. Вот. Понимаете, дело в том, что тут пошел, начинается разговор про Новобашкир и так далее. Кстати говоря... А, понятно. Почему вы взяли еще Бессермян? Так получилось. У нас есть, на самом деле, на это ответ. Группа Бессермян, она довольно локальна, и, ну, было бы как минимум странно не захватить их. Кроме того, они с Удмуртами имели общие браки тоже иногда. Ну, а все-таки кто они? Это просто отколовшись такие очень маленькие локальные финно-угры, или это забредшие на вашей территории тюрки, которые, ну, вот такие мишары, мишары, особый удмуртский вариант мишар? Кто такие? Тут я затрудняюсь ответить, так как это не моя тема, но вообще у них отличается состав игры Гоплогрупп от нашего, от удмуртского. Да, с ними много загадок, насколько я знаю, связано. Понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.